Обидно то, друзья, и не друзья тоже, что люди свиньи, свинота рогатая, худоба, быдли, пользуются дарами, достижениями Саакашвили, но поддерживать его не собирается. Они даже и не знают, что с ним случилось, что его арестовали в Грузии, когда он вернулся поддержать свою партию. Задержали ватники, которые были грузинами, а снова вернулись в корыто ватничества. Позор для Грузии, позор для Украины прежде всего. Для Польши не особо позор, потому что они успели стрибнуть в НАТО. Поэтому им пофигу. А мы не успели стрибнуть в НАТО. Вот как, друзья, доказать плохим и неплохим людям, хорошим и нехорошим людям, что те люди, которые не борются, они не просто там плохие люди. Они просто свиньи. Чморота и баранота. Не стоящие никакого достоинства. Попробую. Вот мы находимся, друзья, на земле Польской. На том месте, где все помнят фотографию, когда немцы шокручили границы Польском и вторглись, оккупировали Польшу. Это значит, что поляки, столько-то миллионная нация Польски, каким-то удивительным образом позволила на то, чтобы на довольно такую сильную страну Польшу напал, но чуть сильнее был, конечно, оккупант. Была ли Швейцария слабее Польши во многократно раз была слабее Польши Швейцария, но она маленькая Швейцария не дала вторгнуться оккупанту, а Польша дала. И не только одному, а и другому тоже с восточной стороны через 17 дней. То есть, что бы было, если бы Польша не дала вторгнуться оккупанту? Она не стала бы ракостоящей страной. А вторжение произошло бы, и борьба с Гитлером, с СССР были бы через другие страны, через их территории, через территории тех стран, которые были более ракостоящие. К сожалению, мы должны сейчас использовать такие термины, а не просто упанишать термины, не просто там терпильские, самообманные, что вот напал ли, напал оккупант, то есть он напал, потому что народ не боролся. И, конечно же, главная причина, почему польский народ тогда, нация, не боролась, потому что была поражена воля этого народа. А в чем заключалась их воля, как нации? В предводителе, то есть в Швудце, то есть в лидере, их воля заключалась. А их лидер умер в 35-м году, Пилсунский. И пошли потом лидерюшки, чмарушки и тому подобное, щуры, крысы и тому подобное, там рыщ-милы, ну короче предатели, типа там шляхта вот такая вот, которая издала потом всю Польшу, а за ней покатились и все поляки. Концлагеря и Катынь, Харьков, Медной и тому подобное. Сейчас же Польша, свободная страна, демократическая, богатая, зажиточная и в 100 метрах отсюда происходят густиги собачьи. То есть люди веселятся им, они даже не слышали, кто такой, а не Саакашвили, а не Грузия, а не Украина, там чутком слушает, что там украинцы на них работают и все. То есть я думаю, не нужно иметь особой одаренности, чтобы не понять, покуда был Пилсунский, покуда была Польша. Ну и, consequently, I have to say, покуда был Саакашвили, потуда и были реформы в успешной, после реформ Грузии. Все очень просто. Приходится прятаться, сами понимаете, ветер, море. То есть, смотрите, малюсенькая Грузия. В то время, когда на нее напал огромнейший совок, постсовок путиновской России. Одна Татьяна, вот она ведет блог, кто слил Донбасс, кто слил Луганск. Донецкая, вот подобная хорошая женщина, интервьюирует политиков всех. И вот она рассказывает, что когда она зашла на какую-то хрень, типа Украина, украинский, так называемый, довоз подлинских гнид, вонючих смарко-олигархов, продажных, спир, шкур, гнид. То она кого-то спрашивала, говорила, что как вы можете молчать, ну, не то что терпеть, как вы можете переносить то, что Россия напала на такую маленькую Грузию свободолюбивую, которая скинула уркогановский режим. Там, где люди стоят постоянно на коленях у урко-олигархов. Как вы можете молчать, а эти гребаные наши украинские олигархи говорят, что да, и правильно делает Путин, что на Грузию напал, там типа такого, что типа нам пофигу, у нас же там газ, шмаз. То эти, только эти гниды не могли б хавать тупые рыговские олигархи, что, блин, ихняя очередь, блядь, следующая. Что это очень долго протрывало, блин, после Грузии Украина. Жаль, что вообще на Грузию напали, жаль, что на Украину напали. Ну, а как не напасть на страну, которая дает себя грабить, у которой нет своих вооруженных сил, которая ватная, которая лоховская настолько, что ее только можно и грабить, потому что, ну, мусора, блин, на Благбазе в Харькове, я им у них спрашиваю, а как вы так можете, блин, это ж, блин, чистый развод, лоховство, блин, игра в наперст. Они говорят, да, чистое лоховство, а мусора говорят, да, это чистый развод, чистое лоховство, но они же сами туда лезут играть, эти быдло рогатое, лошьё, блин. Они сами лезут туда, если мы тут будем стоять даже трехкратным оцеплением от этих наперстчиков, то они все равно найдут других наперстчиков. Если бы садишь одних наперстчиков, придут другие, и так же их будут разводить, и они так же будут идти играть. То есть вот такой вот народ, блин, Савкомуск. Значит, и пришла колея, пришла очередь Украины, которая не имела достаточно сил сопротивляться. То есть что сделал Саакашвили? Он хоть что-то сопротивлялся чем-то, как мог. Он дипломатически всех стянул к себе сопротивляться с других стран-представителей, и они сопротивлялись. Пришлось отдать Северную Осетию, хорошо, что не отжариваю, и тому подобное, исконной территории Грузии. Пришлось отдать, да, потому что вот такой саркозич амарочный был, вот такие все. Ну то есть не надо повторяться, и так понятно. То есть не надо быть специально одаренным, чтобы это вхавать, в это въехать, это понять. И дерьмо далее. Вот Польша, да, казалось бы. Что бы было с Польшей, если бы она не вступила в НАТО? То же самое, что с Белоруссией и с Украиной. Ну может не аж так, то же самое, но практически. То есть покуда Саак был слабый, нужно было текать и вступать в НАТО, в НАТО более сильную и тому подобное. Все это поля мы знаем. Блин, почему я так сужу? Потому что я смотрю на теперешних поляков, что им насрать на вообще все. На самооборону, на себя. Они довольствуются, ну вот как примитивные, вот блин, я не знаю, ну как это объяснить. Вшивая интеллигенция. Им наплевать на самооборону. Им говоришь о территориальной самообороне, тогда вот это так, мы ж в НАТО, ни хера себе, мы там платим, блин, и тому подобное. Ну то есть охреневшие уже наглухо, блин. Они ни о чем не заботятся. А когда им говоришь цифрами, что вы можете тут раком завтра, блин, ваше строительство все заберут, блин, уркаганища, блин, с неизвестными этими, короче, их там нет и заберут, блин. Они цаффи, не, НАТО, блин, ну вот такие вот они, блин. То есть и они вот такие были бы там, если бы они не вступили в НАТО в свое время. То есть, а поскольку мы не вступили в НАТО и Грузия не вступила в НАТО, значит, единственные, кто тянул нас, это были лидеры. У нас, к сожалению, не оказалось таких лидеров. Мы надеялись на нацию, на националистов, но они оказались вот такими, вот такими чаморошными, холопскими, потому что они привыкли к такому всему. У них и в Юща, и тому подобное не было никакой внутреннего стержня, потому что они были ракостоящие, они холопы были, ихние поколения и тому подобное. Короче, что я хочу сказать, что Саакашвили, это тот человек, которому Грузия и Украина должна быть благодарна по всю жизнь. Потому что, если бы Грузия не повстала, не повстала бы Украина. И мы вместе с Грузией были бы в принимайках, как сейчас Белоруссия. Мы блачили бы жалкое, смешное, клоунское существование. То есть, не того клоунское, которое там выступает в «Слуге народа» и тому подобное. А клоунское, смехотворное для каждого жителя существование. Нас бы кидали, как мясо, везде, где можно. Потому что, мы же видим на россиян, их кидают на Россию, как мясо, на борьбу с братом. Они же называют нас братьями, а потом кидаются на нас воевать, оккупировать. И бандитские нападения диверсионные совершать. То есть, все это было бы с нами. Но, поскольку попстал лидер Михаил Саакашвили, он подал пример нам. Мы потом тоже воодрузились, вооплотились этим примером. И сейчас, все те, которые этим достоянием пользуются, этими благами цивилизации, благами без виза, они плюют на тех, кто их к этому подвел родоначально. Они даже об этом и не думают, и не помышляют. Они чмыри. А поскольку? То есть, они хуже свиней. Потому что свиня – это обычное животное. А вот Бог надал необычному извоянию Божьему человеку волю, а он опускается до уровня свиней. То есть, получается, что те, которые не борются, они хуже свиней. Потому что они Божьи создания. Им Бог дал волю. Но они не борются, они коленососы, блин. Они сапканарики и тому подобное. И им наплевать на то, что они свиньи. Но это агридно. И об этой агриде нужно иногда им напоминать мазафака. То есть, выходит, короче, получается, что вместо довольствоваться благами и красотой жизни, беспечной, там, собачки, херячки, кошечки, блин, как делают это поляки, которые вступили в НАТО. Это мой долг и обязанность. Я не то, что там должен. Это так христианин мусыть должен. У него так написано поступать. Чтобы хоть как-то бороться, хоть отсюда, хоть сообщать людям, что они, оказывается, те, которые не борются, они свинота, гэдотная, подлая, никчемная, никчемная свинота. К сожалению, они составляющие, большинство бывает, государств, в которых есть и нормальные люди. Но за тьмой баранов и свиньей нормальные люди всегда в меньшинстве. Те, которые борются, они всегда в меньшинстве из-за баранья и свиноты. Поэтому чем меньше баранов и свиньей, подлых людишек, тем лучше всем нам и достойнее всем нам в этом государстве. Потом можно чуть-чуть расслабиться и давать другим не борющимся пример, что, смотрите, у нас все хорошо, собачки, кошечки, блин. А вы давайте боритесь. То есть вы понимаете, в каком быдлостане мы оказались? Если да, если понимаете, то почему не боретесь? Раз не боретесь, значит, вот такое же быдло, рогатое. Но пользуйтесь плодами, достижениями достойных людей этого мира, которые, через борьбу которых, через терпение, кровь, смертью. Получайте вы, Назафака, эти достижения и плоды, которыми пользуетесь, но не боретесь так, как они. Но свинота чистой воды, то есть самкопатерналистический ген, геном, настолько врос, настолько, что, ну, или мы правовое государство, или мы идем за лидером, и тогда достигаем успех, выигрываем войны, а потом когда-нибудь создаем правовое государство. Или мы создаем сначала правовое государство, а потом отдаем лидерство тех, которые создали это правовое государство, и лачим жалкое существование оккупации, потому что, блин, растягивает, раскрадает в правовом государстве демократических выборов, выборов как таковых нету и тому подобное. Приходят мрази, блин, а народ, он только идет за лидером. Не за правом, не за законом, потому что для него это дикие понятия. Какие права холопы, блин, идут за предводителем, за лидером. Когда предводители дерутся между собой, холопье погибает, там, патриотизм и тому подобное. За одного холопа, за другого. Вы же посмотрите на Порошенко, это ж барыга. А за него сколько, блин, процентов. И все в таком вот, вот таком вот контексте. А люди и не хотят об этом задумываться. Ну, баранье, то есть, оно попадает в гулах, попадает на кичу, блин, его там дрюкает. Тогда ему больно, тогда, когда ему больно, когда его семьи претерпевают, тогда оно задумывается. А до этого, что оно доводит до того, что голодомор, гулаги, репрессии. Потому что оно попадает в зависимость к оккупанту, блин. А что оккупант делает? Он оккупирует, насилует, грабит, блин. И ставит табличку, кто из нас с головой нормально дружит, здоровый. Кто из нас болен. То есть, вы, которые не боретесь, не отстаиваете свои семьи, блин. Не деретесь за свои семьи, за свою отчизну, за право права, за правовое государство. Или мы, те, которые вас оккупируют. У вас же миллионы. А вы прошли, вас оккупировали. Лисичан заняли десяток, блядь, сепаров. А сколько там народа? Тысячи, блядь. Да, голые руки, да. Что поделаешь. И опять 25, блядь. Повторять и повторять, блядь. Что... Ну, это настолько, блядь, простые истины, что надо перестать быть свиньями, поганым быдлостадом рогатым. Ну, вот, к примеру, на днях Зельцев, такой борец белорусский, не просто какой-то пересечный обыватель, гражданин, а айтишник, у которого бабла, куры не плюют, который может на ремьерах отдыхать, там, подобно, куча телочек, яхты, хопаньки и тополя. Но, когда к нему начали врываться ОМОНовцы, вот это быдло Лукашиновское, он их, он взял и начал отстреливаться. Они его завалили, но и он завалил одного. Он пример для белорусского народа. Что было на Майдане? Да то же самое, я вам скажу, по секрету. Покуда не подоспела Львовская сотня, так званая, может быть, то покуда нас стреляли, расстреливали, кидали эти отмороженные, рыговские, блядь, мусорота это, блядь, беркутня. Покуда подоспели, я ж от институтской перебрался, Быренька, потому что я за мост не пошел, если бы пошел, там бы и остался. Перебрался на Грушевского. И у отступающих мусоров спрашиваю, а что случилось, с чего вы отступаете? Они говорят, а потому что 16 наших убитых. Ага, вот оно что. То есть, когда их начали валить, они начали отступать, давать народу их право владеть государством, как говорят мальцы в народовласти. А до этого они не понимали, до них не доходило, они спокойно расстреливали, как в Белоруссии, как в Грузии и тому подобное. То есть, покуда не дает народ отпор, их чморят раком, дрюкают семьи, их грабят и тому подобное. Все как на войне. Ах, сколько можно объяснять. Ну и совсем, можно последок хочу сказать, чтобы вас не мучать, вот меня в Польшу еще год или сколько, может больше, подвозил один бывший беркутовец, который тоже был на Майдане, но который, я так понял, в расстреле как бы не участвовал или может промолчал. То есть, он меня подвозил, он работал, работает где-то или в Польше, еще где-то. Конечно, он недовольный, как и все мы недовольны, но я так понял, он недовольный тем, что он не чморит меня, который был на Майдане, боролся с этими Януковича, быдло, веркутовский, уркаганами. А он был уркаганом в ментовской рясе, вот этой, мусорской, уркагановской, в погонах. Он был по стороне зла, я был по стороне добра. Я такой обалдун, за которого погибли майдановцы, благодаря которым я и в Польше сейчас без вис и тому подобное или ла-ла-ла. То есть, и он меня подвозил, такой недовольный, то есть, он перестал быть рыга, урка, беркутнёй, мусорской, стал нормальным, обычным человеком. И он недоволен этим, он хотел бы быть, говорит, и так все хорошо было у него, все лучше, чем сейчас, чморил людей, блин, получал от урка, Януковичей мусорских хорошую зарплату, пенсии, какие-то надбабки, премии, за то, что он избивает, чморит, расстреливает простых людей, борющихся. А бытло ж тогда молчало, им насрать бытле было. Теперь бытле не насрать, потому что оно ездит по безвизам, по Европе, блин, и работает, блин. Им на это теперь не насрали. Они теперь говорят, да, мы типа за Майдан, ничего, что-то какие-то херню выдумывают. Вот, вот эта подлая сущность свинская, человеческая, опарышневская, тем людям, которым Бог дал волю. Во что они ее превратили, блин? В говно, блин, в парашу, извиняюсь, чтобы, блин, не банили, какие-то. А что, неправда надо? Субтитры создавал DimaTorzok